Сегодня мы слышали отрывок из Евангелия от руки, в котором повествуется о исцелении кровоточивой женщины и о воскресении дочери Иаира. В случае воскресения Христом людей не так часто бывали, их всего три, а вот исцелений было много. О них как-то церковь уделяет очень особое внимание, причем и вот этим случаям, когда Христос исцелял. Сегодняшний случай, он тоже особый, как и все остальные, особые случаи. Почему? Ну потому что все эти случаи и сегодняшний тоже, он необычный, как будто, совсем другой. Женщина получила исцеление тогда, когда Христос об этом и не знает. Как будто не знает, как будто, как будто тайна. Он узнает о том, что сила из него исцела. Он узнает о том, что кто-то к нему прикоснулся и кто-то от него что-то получил. Он специально уделяет этому особое время для того, чтобы эта женщина принесла некое такое публичное высказывание своего поступка, почти покаяния. Она не должна была не только прикасаться к учителю. Того времени, а это было, даже страшно сказать, ее могли побить камнями, за то, что она вообще подошла в толпу. Есть случаи, когда человек проявляет некое такое нетрадиционное исполнение своего религиозного, сердечного чувства, которое не вписывается ни в какие рамки и законы. То есть вот она не должна была вообще подходить. Она не просто подошла, она прикоснулась, она хотела исцелиться. Вот сейчас можем сказать о том, что такие случаи, когда то прокаженные подходят ко Христу, вышли из своего гетто, то вот эта женщина, то вообще человек, который непонятно с какого, с чего он вдруг залез на дерево, чтобы посмотреть, где там Христос идет. Почтенный такой человек, знатный во всяком случае. Такие случаи, они выходили за рамки традиционных норм поведения человека. У нас тоже есть свои особенные нормы. В церкви тоже есть свои особенные нормы и правила. Один товарищ рассказал о себе такую историю, еще в начале церковного пути у него случилась такая боль, с которой он просто не знал, как сделать, как что с ней быть, кому идти, и вдруг видеть на пути его храм. Он вбежал, просто говорит, я, говорит, вбежал в этот храм и увидел икону. Я, говорит, не помню, какая это была икона, что там было. Я просто обхватил ее руками, стал рыдать над ней, и вдруг слышу, в мою спину кто-то стучит. Тук-тук-тук. Молодой человек, так не положено целовать икону. Вы должны трижды перекреститься, трижды поклониться и начинать объяснять, что надо сделать. Ну, помню, да, что надо сделать для того, чтобы вообще войти в храм, как надо поболиться. Меня, говорит, как колонным ушатым водой там. Я выбежал из храма, думаю, а теперь-то куда мне идти? А теперь-то что же делать? Его не видно. Мы просто показали его место, где он должен быть. Таких случаев, наверное, у нас много. Когда кто-то входит в храм, и вдруг он вошел не потому, что он без благоговения вошел. Ну, вот он так сегодня был одет, а у него сердце загорелось. Мы привыкли с вами видеть людей благочестивых в храме. В общем, даже во многом правильных, исполняющих определенные законы и правила. А есть среди тех, кто вбежали в храм, те, кто эти законы и не знает, и не могут знать, но у них сердце-то горит. Апостолы некоторым говорили, отойдите, отойдите, что вы тут мешаетесь? Христос им запрещало. Так было и с детьми, которые что-то там кричали и говорили, а Христос их отгоняли, а Христос их подозвал и благословил. Так было и с прокаженными, так было и со слепым, который орал там издалека откуда-то и мешал слушать людям, что там говорит Христос. А он кричал во всю глотку, Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. А он мешал. Вот таких случаев, оказывается, много было не только тогда, 2000 лет назад, когда Христос ножками своими святыми ходил по земле. Ну и сейчас, когда он среди нас, но среди нас ли он всегда бывает? Всегда ли бывает так, что мы видим, прежде всего, ближнего своего? Вот Христос, он даже когда сказали о том, что там девочка-то умерла, уже можно не идти, он все равно туда пошел. А вот это, наверное, не важно, что там, как там случится, надо, оказывается, отдать нечто из своей любви, свое понимания человека, как бы попытаться его понять, его горе, его там нужды. Все понятно, что мы здесь, на этой земле живем, по определенным правилам. Но у нас правила постоянно меняются, и по отношению к себе, и к церкви, ну как же не меняются? Мы обязаны поститься? Обязаны. Все одинаково? Нет. Все без мяса, и даже не все без мяса постятся. Некоторые постятся и обязательно с мясом. Такое бывает. А беременные, которые не постятся? У них свой пост. А вольные какие-то постятся, у которых там язва или еще что-нибудь. С молоком или без молока? Ну как же? То есть мы же понимаем, что есть определенная еще и, ну вот, необходимость. Понимаем, что есть определенное неотступление даже от правил. Необходимость, которая должна говорить о человеке и в человеке что-то. Человечность, в конце концов. Мы знаем, что человечность, просто обыкновение человечность. Правила существуют, но каждое правило должно наполняться человечностью, нашей человечностью. В том, чтобы человеку-то жалеть надо, вот в этом и заключается, наверное, человечность. Жалость. Вот у Христа любовь и жалость была, насколько она у нас. Он дает нам пример в том числе. Не только в Евангелии показывается, что это было, как исторически Христос прошел свой вот этот земной путь. Но и о том, как нам надо этот земной путь проходить. Да, с его помощью. Да, с его любовью. Да, с его благодатью. Но как мы должны стараться? Любить друг друга, видеть друг друга, понимать друг друга. Должно у нас это быть или нет? Вот, наверное, в церкви очень часто случаются такие удивительные случаи, когда кто-то может сказать, я в нее не пойду, потому что там злые люди. Да. И такое тоже бывает. Понятно, что человек ищет, очень часто человек ищет отправдания, почему бы ему не ходить. В том числе и поэтому. Но от нас-то зависит. Не то, как он даже будет реагировать, а как мы, прежде всего. А что в нас-то такое? Есть ли в нас это чувство сочувствия к человеку, понимание его, что у него там в сердце? Необходимо об этом сегодня думать, потому что мы каждый сейчас как-то вот так разъединяемся потихонечку. И сильно уже разъединяемся. Но то, что нас объединяет, есть сейчас в церкви. Это благодать Божия, это святые тайны, это наша молитва евхолистическая. Это то, что нас всегда может делать братьями и сестрами. Аминь.